Вот я уже вижу, как вот здесь вместо логотипа Дача будет логотип Рено или логотип Лады, потому что эта машина именно под такими брендами должна продаваться на российском рынке. Я даже уверен, друзья мои, что эта машина будет не просто продаваться в России, а будет в России выпускаться в том же самом Тольятти, потому что такая машина россиянам очень нужна. Она сделана в лучших традициях того, что сейчас в России безумно популярна, в духе Рено Лаган, Рено Сандеро и Рено Дастер. Здесь та же самая платформа. Но помимо того, что она проста, как валенок, в ней нет ничего лишнего, но при этом все сделано довольно качественно, она еще и совершенно нереально большая внутри. Смотрите, в ней даже есть музыка, она играет, в ней есть кондиционер, но самое главное, огромный багажник, из которого можно вынуть вот эту скамейку. А если не вынимать, то будет три ряда сидений. Я, правда, не знаю, как он раскладывается, но это не важно, это можно освоить, это не главное. Самое главное, что этот металл и эта относительно недурственная пластмасса, которая, кстати, не воняет фенолом, стоит в Швейцарии 12 900 франков. Это примерно 14 тысяч долларов. За 420 тысяч рублей автомобиль на современной платформе, с современными экономичными моторами такого размера и с таким дорожным просветом, это автомобиль, автомобиль с большой буквы, буквы L-лоджи. Запомните это название, дача лоджи. Впрочем, я уверен, что когда машина попадет в производство на автоваз, там ее назовут как-нибудь по-другому. Например, Лада Крыжовник, Лада Крапива, или, например, как вам, Лада Фейхоа. Субтитры создавал DimaTorzok